С недавних пор, вы же знаете, что всегда отмечается День Мамы, а День Папы до сих пор не отмечался. И вот с недавних пор стали отмечать и День Отца. В России День Отца пришел недавно, и он получил официальный статус 4 октября 2021 года вместе с соответствующим указом Владимира Путина. Праздноваться он будет в 3 воскресенье октября. В этом году он приходится на 16 октября. Первое празднование Дня Отца в России состоялось в 2014 году. В этот год в Москве прошел фестиваль, который назывался Папа Пест. Пест – это значит в переводе фестиваль. С этого времени он проходит ежегодно не только в столице, но и в других городах по всей России. Считается, ребята, что идея устроить праздник для пап посетила в 1909 году миссис Дотт из Вашингтона. Она хотела выразить признательность своему отцу, а его лице всем заботливым папам Америки, которые участвовали в воспитании детей. Отца основательный праздник развали Уильямс Марк. Его жена умерла, когда в них родился шестой ребенок, но отец-одиночка успешно воспитал и новорожденного, и еще пятерых детей. Добродетельный Уильямс был ветераном гражданской войны и проживал с детьми на ферме. Слово «отец» и «отечество» имеют одинаковые корни, и смысл этих слов тоже схож. «Отец» — это главный мужчина в жизни каждого, это опора семьи, это хозяин и защитник. Это тот, кто дорожит именем и честью семьи своего рода, поскольку он является его продолжателем и носителем фамилии. Вспомним-ка рассказ Евгения Носова «Белый гусь». После того, как погибла гусыня, отец гусь взял на себя ответственность за двенадцать маленьких пушистых гусят. Однажды гусиную стаю засек в поле град. Все гуси побежали к реке, и лишь один остался — это папа. Он прикрыл крыльями своих детей, и в этом заложен глубинный смысл понятия отцовства, основанного на доброте, ответственности, самопожертвовании ради детей, ради семьи. Памятник «Белому гусю» был основан как символу ответственного отцовства в городе Курске на улице Карла Липневка, возле детской библиотеки. Вы видите это у нас на экране. Отец, как много в этом слове для сердца детского слилось. Ведь уверены все дети, папа может все на свете. Папа сильный, папа смелый. Он находчивый, умелый, защитит, всегда поможет. Потому что папа может. Папа может все, кроме одного. Если вы слышите песенку, которая у нас играет, вот там говорится, папа может все, только не может быть мамой. Ну а дети, конечно, постоянно, в свою очередь, учатся, берут пример с папой и многое-многое умеют. Отцам очень часто нужно принимать решения, и от этих решений многое зависит. А теперь послушайте-ка притчу. Тепло семейного очага. Притча о проценте. Из одного дома решила ухищать. Трудно сказать почему, но решила. Но прежде, сказала счастье, я исполню по одному желанию каждого члена той семьи, в которой жила долгие годы. Чего ты хочешь? Спросила счастье у хозяйки дома. А та ответила, что нет у него шубы ночи. И получила хозяйка шубы. Спросила счастье взрослую дочь хозяйки. Чего ты хочешь? И та ответила, что замуж хочет, запринься заморкнула, и вышла замуж за принцем заморкнула. Спросила счастье сына хозяйки. А ты чего хочешь? Хочу, говорит он, велосипед. Буду счастьем, если велосипед будет у меня. И получил мальчик велосипед. И уже на пороге дома счастье увидела хозяина и спросила, а чего ты хочешь? Хозяин подумал и сказал, хочу, чтобы из моего дома никогда не уходило тепло семейного очага. И счастье выполнило позву хозяина и не ушло из этого дома, потому что счастье живет только там, где горит семейный очаг. Так пусть отцы всегда делают правильный выбор и принимают мудрые решения. Дети, как ни странно, так же испытания. Дети, как деревья, сами не растут. Им нужна забота, класса, понимание. Дети — это время. Дети — это время. У каждого в жизни есть берег детства, где море сказок и волшебных слов, как сказал Катай. И папам отводится влажное место. Как дети относятся к отцу? Почти каждый ребенок может сказать, для меня всегда герой, самый лучший папа мой. Но восприятие отца ведь не меняется с возрастом. Ну и хотелось бы узнать, какое у вас отношение, какое восприятие к папе вашего. Скажите-ка, вот как бы вы сказали на своего папу, мой папа какой, хороший? Смелый, умный, добрый, красивый. Ну, спасибо, ребята. Мы видим, что вы любите своих пап, и как вы их характеризовали красиво. А теперь давайте послушаем еще одну притчу. Строготельная притча папа и сын. Человек, вернутый с работы домой. Папа, папочка, наконец-то ты пришел после этого человека на шею сын. Но отец был настолько устарчив, что у него не было сил обменять своего ребенка. Папа, папа, посмотри, на улицу уже так поздно и темно. Я так тебя ждал. Я хотел спросить у тебя. Спрашивай, сказал безразличный отец. Я хотел спросить, сколько ты зарабатываешь за один час в своей работе. Сын, да ты эгоист. Как можно задавать такие вопросы отцу? Это мое личное дело. Папа, я же не спал. Я же ждал тебя, чтобы задать тебе этот вопрос. Сколько ты зарабатываешь за час? Пятьсот, ответил папа. А теперь марш в постель. Сын посмотрел на него большими голубыми глазами и попросил. Папа, одолжи мне, пожалуйста, триста. Я тебе очень прошу. Это рассердило отца. И он накричал на сына и отправил в свою комнату. Через некоторое время отец подумал. Я столько времени провожу на работе, зарабатываю деньги, а сын первый просит у меня деньги. Может, ему в действительности что-то нужно? Тогда он пришел в детство и спросил. Сын, ты не спишь еще? Нет, папа, еще не сплю. Отец присел с водой сына на кровати. Извини меня. Я тут подумал, может быть, тебе действительно что-то нужно? Вот, держи, тут триста. Папочка, спасибо, папа! Он взял деньги, эти деньги положил под подушку, где уже лежало несколько смятых купюр. Потом он взял все деньги, пересчитал и посмотрел на отца. Отец, видя, что у сына есть еще деньги, рассердился. Да как ты смеешь? У тебя уже есть деньги, а ты просишь у меня еще. Папа перебил сын его. Я просил у тебя деньги, потому что у меня не хватало. А теперь здесь ровно пятьсот. Можно я куплю у тебя час твоего времени? Среди, пожалуйста, завтра пораньше и поужинай вместе с нами. Очень часто, когда люди склонятся за деньгами и работают сутками напролет, они забывают о самом главном, утирянном времени, которое они не могут провести с родными и близкими им людьми. Помните, что нет ничего дороже, чем любовь ваших детей и близких вам людей. Помните, наша жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее целиком на работе. Мы должны уделять больше времени тем, кто по-настоящему нас любит, самым близким людям. Если нас завтра не станет, наша компания, офис, заменит нас с кем-то другим. И только для семьи, для друзей это будет действительно большая потеря, о которой они будут помнить всю, жизнь. Подумайте об этом. Самая лучшая награда и самая высокая отметка отцовства для ваших пап станет, если вы подойдете к своему папе и скажете, спасибо, милая папочка, что ты достался мне. А теперь, ребята, кто-нибудь из вас знает стихи о папе? Да. Расскажите кто-нибудь. С днем отца, милый папа. Поздравляю я тебя. И скажу, ты самый лучший, очень хороший для тебя. Папа, это не так-то просто. Это знаешь ты и я. Ты с обязанностью этой справляешься всегда. Правильно, папочка, желаю, я тебе лишь одного, чтобы здоровье моё хорошее всегда было оба вам. Ты сильный и смелый, и самый большой, ругаешь по делу и хваливаешься. Ты, друг, самый лучший, всегда защищаешься, не надо научишь за шансы прости. Лучший отец на огромном планете, как я тобой восхищаю, скажусь, крепко за дружбу и руку держусь. Пусть иногда ты бываешь суров, значит, тогда ты всегда будешь здоровым. Пусть прожить будет светлое и красиво, солнечный яркий и очень счастливый. Спасибо за жизнь и за весь белый свет, за детскую сказку и нужный совет. Молодцы, девочки, очень приятно. Кто ещё расскажет? Папа, ты самый хороший на свете, лучший отец на огромной планете. Как я тобой восхищаюсь, горжусь, крепко за дружбу и руку держусь. Пусть иногда ты бываешь суров, значит, так надо всегда быть здоров. Пусть твоя жизнь будет светлой, красивой, солнечной, яркой и очень счастливой. А тем мудрее и спокойней и добрее Сможет внучку он поднять, встав мальчишку опять. Позже будут друг дед и внучка много-много лет. Молодец, внучка. В ней живёт человек очень важный. Спасать ему служит он суперотважный. Порой и работы хватает бумажной, но это по правде не так уж и важно. Ведь главное, что у него бьётся сердце, горячее снова приправы из перца. И бьётся оно с чистотой три герца. Всегда рядом с ним можно согреться. Ребята, вы, наверное, обратили внимание, у нас есть висковка «Главный мужчина жизни». Как уже Хава сказала, наша книжная выставка называется «Главный мужчина жизни». И здесь, ребята, собраны книги об отцах. У нас идёт подраздел ещё «Именитые отцы». Здесь у нас собран материал о Петре Первом, о Николае Втором, о его семье, какой он был отцом. И здесь у нас ещё о нашем писателе, Басорке, его семье, какой он был отец в своей семье. Также о Бимбулате, Богатарёве и нашем Герое Первом, Осканове, Соломбеке. А ещё я хотела акцентировать ваше внимание вот книжечку, «Как волк телёночку мамой был». «Кибиата, ну капсио на экран». «Кибиата, ну капсио на экран». «Кибиата, ну капсио на экране». «Кибиата, ну капсио на экране». «Какой...» «Сырок, папаня». «Ну вот то-то, а то мама-мама». «Хи-хи-хи-хи-хи-хи». «Хи-хи-хи». «Хи-хи-ха». «Хи-хи-хи». «Починя» «Хи-хи». «Хи» Продолжение следует...